Музыка Уважаемые коллеги, мы собрались на первое заседание после майских праздников, которые олицетворяют важнейшие ценности нашего народа. Это праздники День международной солидарности трудящихся и, конечно же, День Победы. Оглянитесь вокруг. Все, что есть в нашей стране, дело рук трудового народа. Наш народ – это народ-труженик, народ-воин. Упорство в труде и стойкость в бою – вот что характерно для человека в нашей стране. Но сегодня пытаются превратить 1 мая в такой абстрактный день весны. Шарики, сирень – все это хорошо, просто весело, просто хорошо, просто пришла весна. Но ничего не получается и не получится, потому что 1 мая остается Днем солидарности трудящихся. Потому что трудящиеся сегодня как никогда нуждаются в борьбе за свои права. Это борьба против мусорной реформы, против роста цен и тарифов, которые выкручивают карманы трудящимся, против сокращения на 5 лет срока жизни трудящихся на заслуженной пенсии, против безработицы, против закрытия предприятия, которые происходят потому, что владельцам проще продать эти предприятия, вывесить деньги в офшоры и распихать по карманам. Немного статистики. С 2005 года в России закрыто более 35 тысяч крупных и средних заводов. Вдумайтесь, каждый день, включая выходные, страна теряет по 7 заводов каждый день на протяжении 14 лет. За последние 19 лет в России лишилось 38 тысяч крупных сельскохозяйственных производств, то есть по 5 хозяйств в день. Происходит тихое возвращение в лихые 90-е годы. Поэтому первом, который мы сегодня недавно отметили, борьба за справедливое социальное устройство, за общество действительно равных возможностей, за соблюдение российских конституций, в которой, между прочим, написано, что Россия – это социальное государство. У наших граждан должно быть чувство, что страна принадлежит всем, а не олигархической верхушке, которая сегодня оформляет себя как новое сословие и возомнила себя новым хозяином жизни. Эта прослойка господ, сочетающая себя людьми первого сорта, практически безнаказанно нарушает законы, нормы и морали обычного права. Эта «самозванная элита», в кавычках, которая ворует будущее у детей простых людей, не дает раскрыться их талантам. В стране как воздух не хватает справедливости, а государственная власть зачастую даже не пытается защищать простого человека от наглости этих хозяев жизни, потому что зачастую, очень часто, находятся с ними в альянсе. Одним из самых вопиющих проявлений царящей в стране несправедливости является рейдерство. Мы недавно приняли закон о борьбе с организованной преступностью, и воры в законе, наконец, стали вне закона. Но рейдеры – это те же воры, это воры, которые крадут, распродают и уничтожают целые предприятия, причем это, как правило, сопровождается коррумпированием чиновников и правоохранителей. Я обращаю ваше внимание на то, что известный преступный авторитет Кумарин Барсуков и его преступная группировка отметилась не только цепочкой кровавых расправ, но и рейдерскими захватами. Барсуков и многие другие, типа Гогеевой, сейчас сидят в тюрьме, но масса других рейдеров на свободе и активно действует. Сегодня жертвой рейдеров может стать одной из лучших предприятий страны, которую, кстати, многие из вас посещали, и они много знают. Геннадий Андреевич неоднократно представлял его. Это предприятие совхоз имени Ленина, возглавляемое Павлом Грудининым. Этому предприятию сто лет, но теперь оно под угрозой полного уничтожения. Сегодня на него положили глаз те, о ком я говорил выше. Им неинтересно высокотехнологичное производство, созданное в совхозе. Им не волнуют судьбы сотен работников, им наплевать, что предприятие кормит жителей чистой, качественной продукцией. Им интересна только земля. Фактически их задача – получить печать предприятия на час, и за час будут распроданы все земли, все предприятия, весь совхоз. Будут деньги распределены по карманам и выведены в офшор. Я буду говорить предельно конкретно. Есть такой хорошо известный правоохранительным органам гражданин Полихата Владимир Миронович. С его именем в СМИ связывают рейдерские захваты целого ряда предприятий. Приведу несколько примеров, о которых неоднократно писали журналисты. Универмаг Москва. На руководителя предприятия было уведено уголовное дело, потом произошел силовой захват здания, документы переоформаны, здание продано. Затем этот рейдерский захват был поставлен на поток. По данным СМИ, в Москве захвачены здания Гипрахима, редакции «Нового времени», ЦКБ «Связь», ЗАО «Инфика» и многие-многие другие. В Санкт-Петербурге, это УАО «Терминал», в Ульяновский завод «Контратор». Всю эту кипучую деятельность журналисты связывают с именем этого господина Полихата. Конечно, за этими фактами не раз возбуждались уголовные дела, и фракция КПРФ, используя полномочия своих депутатов, намерены тщательно проверить, при каких обстоятельствах были закрыты эти уголовные дела, и если были нарушения, мы будем наставить на возобновление этих уголовных дел по старым делам. Хочу особо подчеркнуть, рейдерские действия в отношении совхоза Ленина серьезно дискредитируют прошедшие в России в 2018 году президентские выборы. По официальным данным, за Павла Грудинина проголосовало около 9 миллионов человек, хотя мы считаем, что эта цифра гораздо больше. Но даже эти 9 миллионов – это огромная масса людей, которые будут рассматривать захват совхоза Ленина как политическую расправу, связанную с участием Грудинина на выборах головы государства. Понимаете, о чем я говорю? Из-за меркантильных интересов одного жулика-бизнесмена и, возможно, связанных с ним коррумпированных чиновников, будет брошена тень на всю политическую систему, и нет нужды говорить, как этого ждут внешние недруги нашей страны. Мы, депутаты фракции КПРФ, во главе с лидером Геннадием Андреевичем Зюгановым официально обратились в ФСБ, в Следственные комитеты прокуратуры, в Верховный суд, на основании чего правоохранительные органы и некоторые органы государственной власти потворствуют таким рейдерам. Более того, Геннадий Андреевич Зюганов, как лидер Патриотического союза от имени 200 организаций, официально обратился к президенту, чтобы на территории совхоза Ленина провести в ближайшее время госсовет по развитию малого и среднего бизнеса. С этой высокой трибуны я сегодня обращаюсь к российской законодательной власти. Беззаконие должно быть остановлено, иначе мы никогда не поднимем экономику от необходимости, которую говорит президент. Мы просто рухнем обратно в 90-е. Уважаемые коллеги, считаю необходимым сегодня сказать о судьбе Донбасса. Этой весной мы отмечаем знаменательную дату. Пять лет назад были созданы Луганская и Донецкая народные республики. Провозглашение народных республиков стало ответом на государственный переворот в Киеве и волну нацистского террора, последующей за ним. Восстание Донбасса стало народным ответом на олигархическую, насквозь коррумпированную государственность, которая сложилась на Украине после реставрации капитализма. Борьба Донбасса – это борьба народа за свободу и справедливость. Вчера делегация Государственной Думы вернулась из Донбасса, где мы принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных пятилетию ЛНР и ДНР. Здесь в этом зале сидят наши коллеги – консвект Айсаев, Андрей Козенко, Наталья Поклонская, Константин Затулин, которые принимали участие и видели, как благодарны жители за поддержку Государственной власти России и Государственной Думы жителей Донбасса. КПРФ всегда настаивала на признании этих республик на упрощенном порядке получения жителям Донбасса российского гражданства. Одна из этих задач уже решена недавним указом президента. Однако мы уже видим определенные бюрократические препоны на пути реализации этого указа. Их надо решать. Процедура выдачи российских паспортов должна быть максимально простой и быстрой. Цифровой технологичный век – это не должно быть проблемой. Жители Донбасса верят, что недалек тот день, когда они будут полноценными гражданами России. В заключение своего выступления хотел бы представить ролик художественного фильма о событиях на Донбассе 2014 года. Этот фильм не обвинишь в примитивной пропаганде. Он трагичный. Он показывает трагедию братского народа, который оказался разделен рукотворной пропастью, наполненной кровью. Завтра в 17 часов в Малом зале Государственной Думы кинокартина будет представлена ее режиссером и актерами, сыгравшие главные роли. Я обращаюсь к Вячеславу Викторовичу, к уважаемому президиуму, депутатам всех фракций и руководителям фракций. Придите, посмотрите этот фильм. Вы соприкоснетесь с судьбами жителей Донбасса, которые ждут нашей помощи. Спасибо за внимание. Пожалуйста, представьте одноминутный ролик. Капитан, Анатолий Ткаченко. А вы кто такие? Мясная я. Я волонтер, между прочим. Сама-то откуда? С Киева. И с ней вот в дороге познакомились. Я долго думал, только не выведем мы их отсюда никак. Ну, бросать их нельзя, понял? Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова